В Дагестане из-за аномальных холодов вымерзли виноградники. Пострадало около 12 тысяч гектаров лучшей лозы. Только по первым оценкам ущерб составляет несколько сот миллионов рублей. Потери настолько велики, что без помощи государства сельхозпроизводителям из кризисной ситуации не выбраться. Репортаж Марата Лугуева. Небывалые для Дагестана морозы практически уничтожили более 80% виноградников. Фермеры подсчитывают убытки. Счет идет на сотни миллионов рублей. Это получается где-то 40 лет один раз. Но это на нашу долю попался в 1972 году. Помню, старики говорили, тогда я не работал. Я студентом был. Вот вырубили его на черную головку. Это же огромный труд, огромные затраты. По нашим посчетам это минимум затрат 130-140 миллионов. Эти виноградники крупнейшего в Дагестане совхоза Татлярский растут здесь 74-го года прошлого века. 6 тысяч тонн урожая за сезон, более тысячи рабочих мест. Холода уничтожили все. Почерневшие почки – первый и самый главный признак того, что здесь придется начинать с нуля. Этот год действительно год трагедии виноградарства. В этом году полностью, сколько мы смотрим, почки, полностью уже стопроцентно почернело. От холодов пострадала и половина всех посевных площадей республики. Мороз ударил даже по теплицам. Первый урожай помидоров здесь ждали в мае, но почти все саженцы погибли. В 11 районах Дагестана пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. Это частный сектор, это государственная, наши муниципальные организации. Вы посмотрите, это азимы тоже самое погибли, виноградники погибли. Я смело могу сказать, что вот деревья такие, как инжир, хурма, гранаты, они вышли тоже из строя, замерзли. Агрономы разводят руками, главы администрации и фермеры ждут помощи от государства. Винодельческие предприятия республики готовятся к самому сложному периоду за последние несколько десятков лет. Винограда в этом году будет мало, а значит цены на продукцию неминуемо поднимутся. В правительстве республики пока решают, чем можно помочь сельхозпроизводителю. В министерствах и ведомствах создаются комиссии для оценки ущерба. А дагестанские виноградари запасаются терпением. Новая лоза, которую будут сажать этой весной, даст урожай только на третий год. Марат Лугуев, Шахалиш Халиф, Южное бюро ТВЦ, Дирбенский район, Дагестан.